Меня зовут Таня, я работаю в школе. Я здесь не для того, чтобы спорить с кем-либо. Большинство мусульман говорят мне, что я попаду в ад, потому что я католичка. И что мне следует принять ислам, и тогда я попаду в рай. По мне, я хорошая католичка. Я стараюсь быть хорошей католичкой. Я не совершаю грехи намеренно. Значит ли это, что я могу попасть в ад из-за того, что я католичка? И я попаду в рай, только если я стану мусульманкой? Сестра задала очень хороший вопрос. Многие друзья мусульмане говорят, что из-за того, что она католичка или христианка, она попадет в ад. И правда ли, что она может попасть в ад из-за того, что она христианка? По моему мнению, если ты истинная христианка, если ты истинно следуешь учению Иисуса Христа, мир ему, то, иншаллах, ты попадешь в рай. Но только если ты истинно следуешь учению Иисуса Христа, мир ему. Иисус, мир ему, говорил, и познайте истину, и истина освободит вас. Сейчас я не знаю, чему ты следуешь. Я не знаю, следуешь ли ты своей церкви или следуешь Иисусу Христу, мир ему. Если ты следуешь своей церкви, то шанс попасть в ад очень высокий. Но если ты следуешь за Иисусом, мир ему, то, иншаллах, ты попадешь в рай. Если ты читал Библию, в ней есть слова Иисуса, мир ему. Все высказывания Иисуса, мир ему, в Библии напечатаны красными буквами. Красным цветом? Сестра, веришь ли ты, что Иисус — это Бог? Я немного сомневаюсь в этом вопросе. Я не хочу выдаваться в него. Я спрашиваю, да или нет. Но я... Ты запуталась в Боге? Нет, я не запуталась. Я просто не хочу говорить о том, чего не знаю. Сестра, я не спрашиваю, знаешь ли ты или нет. Я спрашиваю, во что ты веришь. Да, я верю, что он Бог. Хорошо, я не спрашиваю о том, чего ты не знаешь. Я не заставляю тебя доказывать это. Сестра, ислам — это единственная нехристианская религия, которая ставит условием веры веру в Иисуса Христа, мир ему. Ни один мусульманин не является мусульманином, если он не верит в Иисуса Христа, мир ему. Мы верим, что он один из самых великих посланников Бога. И мы верим, что он был рожден чудесным образом без оплодотворения. И мы верим, что он Мессия, что значит Христос. И мы верим, что он оживлял мертвых с дозволения Господа. И мы верим, что он летел слепорожденных с дозволения Господа. Мусульмане и христиане идут вместе. Но люди спрашивают, где же они расходятся? Сестра, они расходятся в том, что большинство христиан, чуть ли не все верят, что Иисус Христос — это всемогущий Бог. Они верят в то, что Он утверждал о Своей божественности. Но по факту, если ты читал Библию, нет ни одного ясного, ни одного недвусмысленного утверждения во всей Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, «Я Бог, или поклоняйтесь мне». Сестра, если ты сможешь найти хоть одно ясное, недвусмысленное утверждение в любом месте в Библии, в котором Иисус Христос сам сказал «Я Бог, или поклоняйтесь мне», тогда я готов принять христианство сегодня. Если ты прочитаешь Библию... Я не хочу, чтобы вы принимали христианство. Да, я приду к этому. Я хочу получить свой ответ. Хорошо. Ты получила часть ответа. Сейчас я дам тебе полный. Да, конечно, продолжайте. Ведь я сказал, что если ты истинная христианка, ты попадешь в рай. И ты не знаешь, что значит «истинный христианин». И я даю тебе информацию, что значит «истинный христианин». Хорошо. Если ты прочитаешь Библию, Иисус Мир ему сказал в Евангелии от Янна, глава 14, стих 28. Он сказал «Мой отец больше меня». И также в Евангелии от Янна, глава 10, стих 29 «Мой отец больше всего». И также в Евангелии от Матвея, глава 12, стих 28 «Я изгоняю бесов Духом Божьим». И также в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20 «Я перстом Божьим изгоняю бесов». И также в Евангелии от Янна, глава 5, стих 30 «Я ничего не могу творить сам от себя, Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Любой, кто говорит, что я не ищу моей воли, а воли всемогущего Бога, он мусульманин. Иисус, мир ему, подчинялся воле Бога. И, следовательно, он был мусульманином. Он никогда не утверждал о своей божественности. И это ясно упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 24. Иисус Христос сказал, «Поучения же мои, которые вы слышите, исходят не от меня, а от Отца, пославшего меня». И это ясно упоминается в книге Деяний, глава 2, стих 22. «Мужи иудейские, выслушайте слова мои. Иисус из Назарета был человеком, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него». Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас. Итак, Иисус Христос был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас. Поэтому из Библии мы узнаем, что Иисус Христос, мир ему, он был человеком. Он был одним из лучших посланников Бога. Мы любим его и уважаем, и следуем его учению. Если ты сравнишь то, что Иисус говорил в Библии, мы, мусульмане, следуем большей части учения Иисуса. Иисус, мир ему, если прочитать Библию, был обрезан на восьмой день. Все мусульмане обрезаны, тогда как большинство христиан нет. Иисус, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17, «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения. Так что вы обязаны следовать каждому закону Старого Завета». И также ранее я говорил, и это упоминается в книге Второго Закония, глава 14, стих 8. И в книге Исаии, глава 64, стихи от 2 по 5. И в книге Левит, глава 1, стихи от 7 по 8. Вы не должны употреблять свинину. Мусульмане не едят свинину, а большинство христиан едят. И если вы прочитаете послание к Ефесянам, глава 5, стих 18, и в книге Притчи, глава 20, стих 1, они говорят, что вы не должны употреблять алкоголь. Мусульмане в целом не употребляют алкоголь, а большинство христиан употребляют. Если христианин — это тот, кто следует учению Иисуса Христа, мир ему, то мы, мусульмане, больше христиане, чем сами христиане. Если ты хочешь стать истинной христианкой, истинно следовать учению Иисуса Христа, мир ему, то он сказал в Евангелии от Янной, глава 16, стих 7. Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то утешитель не придет к вам, если же я уйду, то пошлю его к вам. И также Иисус сказал в Евангелии от Янна, глава 16, стихи с 12 по 14, «Еще много имею сказать вам, но теперь вы не сможете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всю истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». Так что Иисус, мир ему, говорил о приходе последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада, мир ему. Поэтому если ты истинная христианка, и истинно веришь в Иисуса, мир ему, ты обязан верить в последнего и заключительного посланника, пророка Мухаммада, мир ему. Поэтому если ты истинная христианка, то веруешь в пророка Мухаммада, иншаллах, и попадешь в рай. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ассаламу алейкум, братья и шестры. Это автор канала «Призыв да'ва». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал «Финансова». Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский да'ват. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.